Подготовка кадров в регионе выходит на новый современный уровень. В Приморье открыли центр опережающей профподготовки для жителей от 12 до 65 лет. Здесь будут готовить новых специалистов ускоренными темпами. Открывая центр опережающей профессиональной подготовки, мы думаем о будущем. О будущем, туда, куда шагнет наша страна, в мир цитровизации, в мир уже искусственного интеллекта, который так или иначе входит в нашу жизнь. Не поздравляю вас за такой замечательный шаг. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого центра. Вера Георгиевна сопровождала эти проекты. Хочу пожелать удачи, успехов, чтобы таких центров было как можно больше. Здесь будут учиться не только студенты профессиональных образовательных учреждений. Здесь могут получать образование все жители Приморского края. С его помощью приморские школьники, студенты, женщины в декрете, безработные, граждане пожилого возраста, участники бизнес-систем смогут пройти обучение совершенно бесплатно. Задача центра опережающей профподготовки – обучить граждан востребованным навыкам для реализации потребностей экономики региона и помочь за короткий срок получить знания и компетенции, которые позволят жить в условиях цифровой экономики и быть успешным специалистом. Этот центр, он еще дает новое видение, новый путь для образования, профессионального образования взрослых. Это люди, которые уже имели образование, либо по какой-то причине ранее не имели образование, но уже стали достаточно взрослыми, уже родителями. И главным словом становится опережающего. Мы будем двигаться не в ногу со временем, мы будем стараться опережать это время. Открыт центр на базе промышленного колледжа энергетики и связи на Борисенко-102. Здесь современное пространство с функциональным зонированием помещений. Для встреч, обсуждений, презентаций, проведения лекций, конференций, образовательных курсов. Также в центре расположились каворкинг, медиазона, компьютерный класс, аудитории и трансформеры. Это небольшая зона, трансформер, она для проектирования. Это мобильные столы, то есть можно обвинять. Да, мы с ней любили. А вот традиционные игры, привлекаемых ротехников, профессии будущего. Да, мы сегодня до обеда проходила игра портретационная. Мы рассказывали, какие есть профессии будущего. Каждый желающий через личный кабинет пользователь на базе платформы может выбрать программу подготовки, переподготовки или повышения квалификации. Центр создан для заполнения рынка нашего края востребованными и квалифицированными кадрами. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.